привет друзья я снова на выставке moscow boat show и приехал сюда с одной честной целью помните в первом репортаже я показал вот эту лодку катана и усомнился в правильности установки на нее 100 сильного мотора естественно тут же посыпались комментарии в основном от людей которых вы хорошо знаете то есть от человека который участвовал в ее постройки эксплуатации и хорошо ее знает поэтому я приехал сделать опровержение ну а точнее выяснить почему по какой причине установлен именно такой мотор какова была цель и как себя при этом ведет лодка и так вот они два человека которых кстати скорее всего узнает вся страна вот люди заинтересовались и поверили и так дискредитируйте мое утверждение по поводу того что 100 сил для этой лодки мало хорошо обидел с юристами да сначала пришел сказал что мало теперь честно пишу не хотел запровержение прятки очень приятно но это лапа уже сезон отходила полтора было два раза на баронцевом море вооруженная идет 70 километров в час при какой загрузке ну полю по людям по количеству чем 14 и глиссировала со ста силами да но там смешанные были конечно все человек это не по 160 килограмм в любом случае достойный результат так тогда если можно коротенько ее технические характеристики размерные и весовые чтобы просто у людей сложилось некое впечатление так называют гибридные рипы баллоны и съемные 740 длина в банково товарищ будет fm фмбол в общем 740 длину при спущенных баллонах лодка вписывается в габарит в транспортной становится 248 если их сдуть соответственно в отличие от всех других римов но от подавляющего большинства других римов скажем так задний диван 205 может двухметровый человек лечь спать что для рима довольно редко один из главных таких прямо мы соответственно гидродинамика которая позволяет на 100 макуре но сотый надо понимать что мотор все-таки двухлитровый то есть его можно разрушить 140 хотя по факту вот как по опыту и по нашему в принципе для большой нагрузки не обязательно иметь все 140 лошадей достаточно иметь просто большой рабочий друзья тут очень шумно поэтому я вот пытаюсь поймать кадр где оба в кадре но обоих слышно поэтому так первый микрофон первый микрофон дайте слово второму микрофону и так и будем переключать давайте вторая лодка у нас под таямой было 115 сил это 18 и она тоже то есть такая же по размеру веса мы про массу не говори ничего не услышать 700 800 800 я не делаю я не делаю обзоров я об этом сказал но из вежливости с целью восстановления доброго имени вот этих вот людей я все-таки пройду по лодке и по расскажу свое мнение судоводителя риба достаточно опытного что я увидел внутри а сейчас хочу заострить внимание на ноу-хау не люблю слова на особой части особой подробности конструкции подводной части этой лодки которую вот прошу прокомментировать сашу и конструктора этой истории мы идем туда вот такая необычная конструкция подводные части вот такие риданы вот и речник большой главный причем куча на кирилл и ключевых небольших извиняюсь да но тут все-таки люди ходят нам тоже рассказывал вот собственно вот это вот все позволяет правильно там завоздушивать нам где надо правильно все стройки направить туда где надо это в общем позволяет ей ну помимо того чтобы просто достаточно легко идти на моторе не сумасшедших мощностей вот песен и вот вот это вот все отчасти и позволяет ей обеспечивать эти все параметры потому что лодка при такой келеватости которые здесь 225 что лет ей кажется как будто нужно 200 как родилась идея как это все вот сладилась с такими риданами просто вчера ты рассказывал интересную историю пилю строгаю проверяю пилю строгаю но в двух словах пожалуйста и истинную келеватость на трансе дискретная келеватость она до поперечного ридана после поперечного ридана на трансе максимально 27 градусов с переходом на 22 ну и дальше там это уже уложится ну спонсона ну пойдем к риданам и если можно историю как это все склеилось а здесь один поперечный ридан поперечный ридан на самом деле история старая вот патент на поперечный ридан был оформлен раньше чем на двигатель внутреннего сгорания око да и все катера второй мировой войны торпедные они все там уже с поперечными риданами поэтому это не ново не ново и принцип его работы заключается в том что вот он получает две точки опоры до поперечного ридана в зону и и в корме сам перечный ридан в этой области очень даже вот 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 эту вот область зона разряжения и здесь закачивается воздух уменьшение смачиваемой календарности ну вот мы видим вот мы видим по фиг одного части за счет поперечного ридана идет уменьшение смачиваемой поведности другой угол атаки если сравнивать с моногилдароном ну и в итоге это экономия угол говорит что до 20 процентов за счет перечного ридана тогда вот вопрос в нашем разговоре за кадром ты сказал что готов попробовать эту лодку с 60 сильным мотором готов есть ощущение пойдет в глиссирование с такой загрузкой нет нет значит это чистый эксперимент остается ну да но интересно в 15 берет 18 знаю что под 90 точно возьмет а с полутора литров а вот с литровым шестидесяткой ну что выйдет на глиссирование выйдет вопрос сколько человек ну и плюс какой смысл так напрягать тогда еще один вопрос оба пожалуйста отцы основатели в кадр понятно по одному виду этой лодки можно определить ее предназначение какое вы придавали назначение этого судна вот в такой вот компоновки ну то есть рыболовное судно для длинной высокой волны большой загрузки ну да если маленькая волна тут это соответственно на ней совсем комфортно идти ну это естественно но мы же говорим для чего максимально она предназначена потому что вот и я так понимаю естественно длинный открытый борт чтобы много людей могли с глубины в сто сто двадцать метров выматывать тут риску больше больше мне бы мне в период службы на кольском полуострове больше не не доводилось сто метров тут схема мне чем как раз нравится вот именно у фортиса потому что они сначала делают лодки себе то есть они лодки проектируют под себя потому что они все на варенцево там в сереберке это их вообще там пол жизни там все отпуска они делают лодку под себя когда это получается хорошо они предлагают ее на рынок вот а потом уже глядя на рынок как мы уже совместными усилиями пытаемся придумать что-то для гражданского применения потому что как платформа как конструктор она шикарная и тут собственно все настройки сейчас всякие рубочные версии вот там часы артопы там у саши уже вот под семерку ну как и со всеми остальными лодками то есть изначально лодка для морской рыбалки в тяжелых условиях вот дальше из нее сейчас делаем конверсии в более лайтовое гражданское применение потому что размер большой можно из этого что-то выстраивать уже совсем интересно не канал имени москвы что важно это почти баренцево местами даже сложнее все погнали естественно первым делом сгроможусь на место судоводителя посмотрю насколько мне при моем стиле управления рибом удобно комфортно но на волне особо не настоишься хорошо я как правило управляю лодкой стоя но не особо отличается от моих лодок а потому для меня очень привычно каждому свое в этом вопросе показываю боюсь что мне так не раскорячится как хочется нет что-то еще осталось вот ширина кокпита и это как раз благодаря баллону вынесенному на наружную сторону корпуса ну а об остальном говорить нечего показываю на этом по большому счету рассказ об обитаемости этого корпуса можно и закончить и еще на чем остановился мой взгляд вот смотрите какая история да вот у нас накладка на борт вот борт вот накладка не надо ничего приклеивать ничего придумывать закладная сверху установил стойки леерные все что угодно сколхозил все включая хардтоп или даже полноценную кабину моему мнению такой вариант ну вот дальнейшего тюнинга изготовления из этой лодки нынешней закрытого любого типа полукабинного кабинного ну то есть хардтоп или кабина становится экономически целесообразней чем на голый рип без вот этой вот истории с накладками пытаться придумать какое-то новое изделие мало того сюда можно даже от рафика кабину поставить да потому что не надо выпиливать специальные проемы для того чтобы устанавливать кабину что смешное вы делали тут ставили палатку утепленную 2 на 2 просто внутри как внутри просто ставилась палатка не было вот этого лукошка длинного большого и тут просто ставилась большая метровая палатка тут можно комфортно спать но еще даже есть вот эти наши прекрасные артечные накладки есть еще наши прекрасные накладки все думают что это что-то типа купального костика или с чем валяться на пляже но на самом деле это не так это можно плавать можно рыбачить но старайтесь спать ложись этом наш репортаж пора заканчивать возможно да уже мы баиньки потому что мы оба поместилось да чуть проминается но это потому что сейчас давление не очень недостаточное накачивать четко по инструкции сколько ну вот тут до полутора можно и тогда на нем двое могут стоять как напишет платформа это саппорт по сути просто выполненный в форме такой носовой штуки ну в общем можете считать это рекламой я же преподношу этот ролик как опровержение моего скажем так необдуманного заявления поэтому компании Fortis и моим друзьям Кириллу и Саше просто повезло что я сделал такой совершенно бесплатно обзор практически рекламный но для того чтобы не считалось это окончательной рекламой цену называть не буду узнавайте у них да и это очень просто пока увидимся на воде до свидания